Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я предлагаю поднять безглютеновую тему и приготовить маковый пирог. Для приготовления необходимо 120 г мака, 50 г мягкого сливочного масла, 50 г сахара, 2 столовые ложки, 2 крупных яйца, разделенных на белки и желтки. Также в этот пирог можно добавить корицу, лимонную цедру, кардамон, гвоздику, смотрите по своему вкусу, я решила обойтись просто ванилью, у меня здесь 1 чайная ложка пасты. Готовить буду в разъемной форме диаметр 20 сантиметров, дно выстелила бумагой для выпечки, бортики смазала и присыпала мукой. Если не хотите использовать ни капли пшеничной муки, можете обсыпать рисовой или сахарной пудрой, мак нужно хорошо растереть или измельчить, лучше всего для этой цели подходит кофемолка, перемалывайте порциями примерно по 10 секунд. Весь мак я перемололла в 3 захода, теперь включите духовку, разогрейте ее до 175 градусов, в белки добавьте щепотку соли и взбейте их до пышной пены, затем дождиком введите половину сахара и взбейте до устойчивых пиков. Вторую часть сахара добавьте к мягкому сливочному маслу и тоже хорошо взбейте. Добавьте ваниль и по одному вмешайте желтки. Высыпьте мак и лопаткой или миксером на низких оборотах перемешайте. Аккуратно ввести белки. Сначала немного, чтобы масса стала более жидкой. Дальше можно уже смелее. Мешайте складывающими движениями сверху вниз. Тесто готово. Выкладывайте его в форму. Постучу, покручу, чтобы разровнять поверхность и убирайте в духовку примерно на 25 минут. Первые 20 минут духовку не открывайте, потом можете проверять деревянной шпажкой. Пирог готов. 23 минуты он у меня стоял в духовке. И вот так он выглядит. Дайте форме немного остыть и пирог можно вынимать. Ну а дальше любые варианты, которые вам нравятся. Можете покрыть его шоколадной глазурью, можете посыпать пудрой, решайте сами. Вот такой простой в приготовлении и очень интересный на вкус маковый пирог без муки у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. До свидания! До свидания! До свидания! Кухонные фишки.